У человека обнаружили новые органы наука, наука и техника. 2036-22 января 2019 года у человека обнаружили новые органы. Фото Ученые университета Дуйсбург-Эссен, Германия, обнаружили ранее неизвестную сеть мелких кровеносных сосудов внутри человеческих костей. Открытие помогает объяснить, каким образом инъекции медикаментов в костный мозг способствуют распространению лекарственных препаратов по всему организму. Об этом сообщает издание Science Alert. По словам ученых, эти каналы, названные транскортикальными сосудами, английский Transcortical Vessels, помогают крови иммунным клеткам быстро проникать в различные органы и части тела. В чрезвычайных ситуациях, например на поле боя, врачи часто не успевают или не могут быстро найти вену, поэтому они делают инъекции прямо в кость. Известно, что это спасало жизнь серьезно раненых солдат, однако только сейчас стало известно об анатомической структуре, благодаря которой такая медицинская помощь оказывалась эффективной. Для выявления сосудов исследователи использовали этилциноматхимическое вещество, обесцвечивающее кости и делающее их прозрачными. Они обработали им большеберцевую кость мышей, которую затем изучили с помощью световой флуоресцентной и рентгеновской микроскопии. Ученые выявили несколько сотен сосудов, проходящих через костное вещество. По оценкам, через них протекают 80% артериальной и 59% венозной крови. Подобную систему более толстых кровеносных сосудов нашли и в большеберцовой кости человека, однако для определения их функции потребуются дополнительные исследования. В августе 2018 года сообщалось, что ученые Института медицинских исследований Гарвана, Австралия, обнаружили у мышей и людей ранее неизвестные микроорганы, которые участвуют в работе иммунной системы человека. Они представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов, и названы субкапсулярными пролиферативными центрами. Английский Больше важных новостей в Телеграм Канале Лента Дня. Подписывайтесь.